Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добрый Морник! Субтитры делал DimaTorzok Сегодня у нас чиз-омблет Да, чиз-омблет, блюдо проще некуда Яйца, немного молока, соль и сыр Все это, естественно, надо взбить, имею ввиду яйца, молоко Сыр любой, какой вам приглянется Можно вот такими пластинками, можно на терке потереть, насыпать В принципе, я это незатейливое блюдо готовлю, когда больше ничего в голову не приходит Это самое первое, почему-то, что мне приходит в голову Потому что простота изготовления, она и есть простота Ну, без такого выпендрижа ни один повар не обходится С небольшими огрехами, как видите И когда он со сковородки, с пылу, с жару, он, конечно, такой пышненький Правда, быстро оседает Но, тем не менее, вкусный Вуаля! Ну, еще наловили рыбы Зачетная, да? Смотрю, ставритка в основном Есть какая-то, не знаю, что за рыб Плотва, не плотва А пожарить хватит Пожарим А на обед супец Супец, я думаю, фрикаделевый сделаю Фарш остался Что завтрак закончился, ну разве еще чикмейк придет? С вахты сменится А так, дед мастер и один филиппинец Вот и весь завтрак Чиза, омлета Еще парочку осталось Ну, ждем чиха Что-нибудь делаем Я принял боевой вид Полдесятого Ну что, сейчас пытаюсь сделать А что пытаюсь? Я таки ее сделаю Фаршированную шею Пока я буду возиться с супом И рыбой Она приготовится И будет нам лучше То есть счастье Так, шея есть Фарш Фарш Пусечки мяса были Сейчас мы все это Перемешаем Так, намесил Теперь надо сделать Надрез Вернее, прорез Насквозь И затолкать туда фарш Вот с помощью вот этой штукенции Это тут и без помощи Наверное, получится Потому что Короткая Не широкая Нормально Теперь все это дело Выровнять Вот даже чуток больше фарша Запечатать Красивость Ну что, теперь обвязать И вперед Раз, два, три Раз, два, три Ну что Вроде бы ничего Теперь посолить Откручить Там у меня уже в духовке По-моему Баклажаны взрываются Поставил баклажаны Так, это запечатается Это обжарится Поехали Здесь я использую Сливочное масло Растительное сливочное масло Но сливочное масло Если вот так используют Оно все-таки горит У меня где-то есть видео Как я делаю Топленое масло И пользуюсь Надо будет поискать И выложить Для все еще обозрения Сливочное масло Так, духовочку Сколько здесь? Вверху 10,30 А внизу 100 кг Потом уменьшим И будем доделать Так, а сейчас Доделать суп И приняться за Рыбку Ларш, конечно Ух какой Поэтому надо его Чем-то Разукрасить Яйцо Панировочные Сухари Сейчас все это Намешаем Погнали Наши городских Погнали Пожарим Погнали Баклажаны, один все-таки взорвался Вот этот самый крупный, несмотря на то, что я прокалывал, он таки взорвался Теперь к ступу Достаем штыки Жарко пошло Так, что-то я забегался Всего лишь там вообще без 25 минут Суп готов Кстати, надо попробовать Здесь спички на подогреве, мясо в духовке Рыба, рыба чуть-чуть подождет Теперь курт Пусть там мы сидим на лавочке Солнышко за облаками Жарко Запах рыбы Зачай, мне хочется Рыба Свежепойманная рыба Ну, эту я, как видите, чищу, жарю Без всяких вопросов Потому что ее мало А иногда вопросы возникают Особенно, когда ее много Она с чешуей Недолго нужно возиться И никто это не хочет делать А тебе это, вроде как, должно быть в радость Хотя Это не является твоей обязанностью Как-то готовить рыбу Которая поступила На камбус Не со стороны Шипшарга Ну, это отдельный, вообще, конечно Большой разговор Я работал в компаниях Где категорически запрещено Ловить и употреблять рыбу Об этом тоже Отдельные разговоры Даже, можно сказать, интересные истории Ну, а пока Вот так В дальнейшем я много буду сам Ловить рыбу И, соответственно, ее жарить Ну, это уже, так сказать, мое Немножко хобби И удовольствие, я считаю, для экипажа Свеженькой рыбки покушать Ну, вот Стравился До 12 Правда Пора не мытого Ну Сейчас этим и займемся Ну, все, готова Лучше рыбу Неселили немногие По одной берут По две Нам больше достанется Правильно, я говорю? Правильно Вот, блажанчик, хорошо получился С запеченным Волком И майонез Чесночок Петрушечка Все Все Имеет он Ну, где-то без 15 час Все Пошли домой Ну, вот после того, как До обеда сделал практически ужин То есть мясо Ну, остается, конечно, мелочь Там Накрошить салат Сделать гарнир Разобраться с нарезкой Ну, и там еще Всякая Всячина И Стоит вопрос Что же там делать На Камбузе Столько времени Ну, в начале контракта Есть чего делать Потому что Есть время Как раз Полезть По всяким шхерам Перебрать Пересмотреть Все, что там В ящичках Находится Навести порядок Выбросить Ненужное И так Неспешно Подойти К ужину Распаковать Из фольги Мясо Заняться Нарезкой Ну, и далее По списку Субтитры Субтитры Ну, а сейчас Давайте Закрепим Пройденное И пройдемся Опять По этой Самой шее Чтобы Чтобы более-менее Предметно Поговорить Ну, вот так Вот Все начиналось Фарш Ну, фарш Должен быть Фарш Потому что Просто набивать Кусочками Тогда оно вместе Все держаться Не будет Хотя кусочки Можно и оставить И они Такими Хорошими Вкраплениями Будут В фарш Еще Можно сделать Его Добавить Куриного Фарша Тогда будет Отличаться Можно Говяжий Тогда будет Темнее И обязательно Делаю Разноцветным Что-нибудь Для цвета Ну, в частности Лук Пырей Перец Чили Кусочками Или Что-нибудь Другое Что вам Придет на ум Карман Прорезал Карман Аккуратненько И теперь Заталкиваю Фарш Если Шея Более Большая И длинная Тогда Можно воспользоваться Вот таким Толкачом У меня он слева Катается От мясорубки Тогда им удобно Здесь Шея коротенькая Была Поэтому Было Нетрудно Затолкать туда Фарш Распределить Его И Обвязать Ну, Обвязываю Я уже Показывал Это Веревочку На Раз Два Три И Когда Мы Затягиваем Узел Оно Назад Не отдает Не спрыскивает Следующим Узлом Просто Фиксируем Нужное Натяжение Солю Солю Перчу Можно Это Делать И Изначально Можно Внутри Кармана Посолить Поперчить Если Нет То Фарш Я Обычно Делаю Более Соленым Чем Скажем Так Как На Котлеты Теперь Обжаривание Смотрите Вначале Как всегда Срез Запечатывая Ну а потом Обжарю Обжарю Со всех сторон И В конце Перекладываю На Противень Полью Оставшимся Маслом И Буду Запекать Можно Запекать И не На Противень А на Решетке Но Об этом Как Нибудь Попозже Это Немножко Другая Технология Теперь Запекаю Запекаю Вначале Ставлю Где-то На Двести Тридцать И Минут Десять Пятнадцать Потом Понижаю Температуру До Семидесяти Иногда До Семидесяти И Допекаю До Готовности Обычно Это Около Двух Часов Потом Там Проверяю Протыкая Как Какой Сок Выделяется Если Не Нужно Сразу То В Фольгу И Потом Уже Подостывшая Нарезаю Ну вот Это Я уже В ужин Ближе К ужину Начал Нарезать Вот На разрезе Видно Разноцветность Какая-то Идет Получилось Все Довольно Таки Мягкое Ну Как видите Все Готовое Нигде Ничего Не кровит Не розовит Карнир Можете Выбрать Любой У меня Были Спагетти И Соус Незатейливый Просто Развел Крахмалом Вот этот Сок На этом Все И Смотрим Что Будет В следующем В эфире Следующий Пошел Пошел Подышать А тут Земля Полным Ходом Надо Придется Пострадать Ради Искусства Финнито Надо Съесть Причем Немель Гостик Пришел Никто Со мной Не играется Все Заняты Входим Скид Что-то Вроде Этого Молчаливые Пошел Я от вас Оставляю Вас С вашими Тетками В трусах И без Кошмар Какая тут Работа Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует